В мире множество вопросов, любой ответ даёт интернет. Но что об этом думает настоящий невиртуальный профессионал? Здравствуйте, меня зовут Валерий Пульмановский, и я профессиональный повар. В мире существует великое множество разнообразных рецептов, способов, методов приготовления блюд. И современный интернет стал сегодня гигантским кулинарным справочником, который готов помочь советам. Макароны нужно обязательно промывать. Я считаю, что их категорически не стоит промывать. Чтобы вы не получили склеившиеся липкие макароны, вам нужно следовать простым инструкциям. Это на 100 грамм продукта, 1 литр воды и 10 грамм соли. Потом вода должна кипеть. В-третьих, варить их нужно до состояния аль денте, как говорят итальянцы, на зубок. После этого мы сбрасываем их на дуршлаг, сливаем всю воду, можем часть расставить, если будем продолжать их готовить в каком-то соусе, что я вам настоятельно рекомендую. Так они будут намного вкуснее, и поэтому я считаю, что данное высказывание является мифом. Омлет – одно из самых популярных блюд на завтрак во всем мире, утверждает вкусная статистика. Да и в интернете этому блюду уделено большое внимание. Рецепты на любой вкус. В омлет нужно добавить молоко, и он будет пышным. В зависимости от того, какой омлет вы хотите получить. Если вы хотите получить классический французский омлет, то туда молоко добавлять не стоит. Туда идут только яйца, соль и перец. А если вы хотите получить такой омлет, как был в детском саду или в школе, то туда обязательно нужно добавить молоко, и действительно он будет пышнее, потому что запекается он в толстой чугунной посуде, в духовом шкафу, на низкой температуре в течение от 15 до 30 минут. И получается пышным скорее суфле, нежели омлет. Субтитры создавал DimaTorzok